Я вообще понимаю, что это в Альянс, то есть у нас два выбора есть, два направления. Это Альянс, Альянс, Валентина и... Ну да, нет, а я для себя иначе понимаю, потому что вот Альянс, Союз, у нас в этом году, можно отмечать там, в конце 19-го у нас был сердечный Союз, Союз, Альянс-Конкорд с Францией, с Англией. С Англией. С Англией потом, понимаете, все это получилось так. А вот для меня, вот вы вступаете в Союз, вот Карп сказал, что вот стенам нужно отдохнуть. У нас есть целый ряд объектов, которые уже отдыхают. И вот вы вступаете в число таких объектов, которые отдыхают и разрушаются, к сожалению. Вы были в Союзе действующих музеев, консерваторий, филармонии, библиотеки, которые есть. А теперь вы вступаете в Союз Парамоновские склады, библиотека Курикова брошенная и масса общественно значимых мест. Он скоро будет отдыхать, ситуация утретена на Седово, смотровой, поверь, он тоже будет отдыхать, его будут застраивать. И так много всего. То есть компания тоже неплохая, но грустная, потому что... Библиотека Курикова, посмотри, Курикова, это... Так что вот такой Союз намечается, к сожалению. Можно еще раз, секундочку, но я Жоню Майя попереки. Хотела промолчать, но не смогла. Я 30 лет знаю этого человека, и то ли по иронии судьбы, то ли по расслаблению, но человек из моего ближайшего окружения. Моя первая статья о фотографии была в этом человеке. Она была опубликована в журнале, мне интересно. Я надеюсь, мы остались довольны результатом с Валей. Сейчас я по иронии судьбы пытаюсь делать материал, не знаю, получится или нет, честно скажу, не знаю. О Карпе Григорьевиче, он ни разу не учителем. Объединила нас вот эти вот две вехи. Еще такая история сейчас стояла. Я совершенно неожиданно попала на выставку Карпу, ну, естественно, промысел Божий. Совершенно неожиданно была эта история с Валей, вот, 16 сентября. На самом деле, может быть, я раскрою тайну, потому что, если она была уходящая, как говорят, может быть, это будет интересно. Мне было честь открывать этот музей. В 2006 году, Снешабаз, 25-й февраля, в 2005-м, память семья и 9-й, вместе с Преминой, вместе с Владиславом Голоденко. Вот это была форекс и миссия, сам Палочек Токарев, в зависимости к своей имени. И как-то в приватной веселье еще музей был не открыт, здание не приехал, банк, я так говорю, а со Славиком, ну, потому что на том не был Славик, я говорю, а вы не собираетесь играть фотографов? Он говорит, нет, 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 ни в коем случае. Заявляю эту фразу, естественно, мне нужно свое ближайшее окружение. То есть мне хотелось показать Валину, в 2006-м году, насколько я его знала, в 2005-м, да, 25-й февраля я соединилась на расторах. И вот сегодня я узнаю, что музей может закрыться после 9-ти лет. И опять-таки у Картуаренко один-две даты, в 16-й год и 14-й. Последняя, да, еще маленькая, маленькая рембардка. Идешь на выставку, пишешь фотографию, очень хорошо сказала Зарина, я не знаю, что такое фотографии. Не знаю, что с этого вопроса, сколько же 3-ю статью пишу, или 4-ю делу фотографии. Я не могу понять, что это такое до конца, как бы, глубинное. Идешь на выставку, представляешь себя же художником, и примерно чего-то от него ожидаешь, как мы все. И вдруг 2-3 кадра, нет. Какое-то общество, и вдруг 2-3 кадра, и ты понимаешь, что не скучайте от первого букву, и загадывайте заранее, не программируйте. Вот это вот элемент абсолютно непредсказуемости, что оказалось и музея, и жизни, и развития сюжета. И того, что мы не ждем, и вдруг нам жизнь дает, ну, это прекрасно. Жизнь 10-я. Я еще веночку дам вашего внимания. Традиционной благодарности. Я благодарен музею, что ответил на мое поможение, и позволил выстоять. Я благодарен своей семье, которая мне... Ну, это само собой, которая помогла мне все это сделать, все это повесить на стены, и без них я тоже ничего не сделал. Я благодарен вам, что вы пишете. Спасибо. Может быть, у кого-то еще есть желание? Вот у нас Виталий Николаевич Стасевич. Спасибо. Протестовый генеральный пенсионер. Не нельзя пускать... Дело в том, что я зашел на выставку фотографии. Это жанр особого рода. Фотоаппарат — это аппарат. И воспользоваться может любой курица, даже я. Вот, нажать кнопку и дать информацию о том, что я видел и что меня привлекло. Другое дело, если эта информация превращается в метафору, когда эта информация, когда берет руки автоаппарат фотограф-художник, а не молвание, когда эта фотография превращается в формулу бытия, когда она превращается в преобразование, когда она превращается в эпитет бытия, вот тогда это привлекает. И в данном случае есть это едвое, это вот удивительное, это вот словедение, эти, понимаете, там велорывши. И тут еще есть вещи, которые действительно необычны, не с точки зрения даже ракурса, а именно оттолкования жизни. Вот, я очень доволен, что мне предупредили, что эта выставка есть, и что я увидел автора этой выставки. Ну, а так, я еще под завязку, под всего прочего, публично, вот Марине Алексеевне, этому подвижнику художественного просвещения, я вручаю и прошу принять мое собственное сочинение, мысль и действия практики изобретельного искусства, содержание творчества. Прошу. И я хочу сейчас предоставить слово Сергею Николаевичу Семенову, зав. кафедрой декану южно-российского гуманитарного аккаунта. Спасибо. Первый раз, я вас приветствую, первый раз я чувствую, на открытии выставки два чувства, и радостно, и горько, увы. Это так, безусловно, я вас поздравляю, выставка, выставка очень интересная, тут в каждое время.